Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, Гура Малхута, 44-й день. Одним из наиболее важных свойств человека умение сконцентрироваться, сфокусироваться на важном именно то, что нужно сейчас. Нужно умение, понимая, что в широкой перспективе что-то важно, что-то в будущей жизни важно, в будущей, через 120 лет, что-то прямо сегодня. И вот все это надо разложить. Наша задача попытаться сегодня проанализировать, умеем ли мы фокусировать наши добрые намерения, или мы остаемся с большим количеством хороших мыслей, всяких планов, которые никогда не реализовываем. Не стоит недооценивать детали. Сосредоточенность – это ключ к успеху, говорит сегодняшний день. Вернемся к нашей недельной главе Бемидбар и книге Бемидбар. Пустыня, то есть наш мир, где мы находимся сейчас с вами, Тора называют великой и страшной. С другой стороны, пустыня – идеальное место, где можно понять, что все зависит только от Всевышнего. В городе можно приписать что-то начальнику, какому-нибудь магазину, чем-нибудь, а в пустыне видно, что все от Бога. Пустыня, то есть наш мир, где мы с вами находимся, это не просто страшная и великая. Она страшная и великая по одной простой причине. Потому что действительно жить непросто. И мы с вами видим, мир не идеален. Мы с вами видим, что происходит сегодня. Поэтому мир, он еще и опасный. И многие сбиваются в этом пути. Сегодня тоже вы все видите очень непростые времена. И надо учиться в книгах мудрецов, как быть в такой ситуации. Как ни странно, написали в книге Каббалы, написана интересная вещь. Беды чрезвычайно полезны, потому что они компенсируют предрешение человека. Нам это непонятно. Зачем нам нужны эти компенсации? Нам не хочется никаких бед. Но тот, кто видит, что будет через 20 лет, через 120, простите, лет, после жизни человека в другом мире, он понимает, что это именно так. На ком мы это учимся? Йов, книга Йова. И Йов это великий праведник там и так далее. Йов страдал. Написано, что самые большие страдания, которые только были, это были у Йова. И вот, что он сказал, такие уникальные слова. Все, что я боялся, ко мне пришло. Это пароль так, как приводится большинство неприятностей. Когда человек начинает чего-то опасаться. Ну, что он что-то потеряет, что кто-то заболеет, умрет, что-то случится. Что происходит в этом случае? Мы уже говорили, что в физическом мире все то, что в духовном мире. И только в духовном первично. Закон всемирного притяжения работает на земле, потому что он есть в мире духовном. И поэтому в духовном мире, когда мы генерируем негативные мысли, мы притягиваем негатив. Все время в голове прокручивая возможности неприятностей и негативный исход событий, мы их просто как бы железно притягиваем к себе. Поэтому наша задача улучшать, очищать веренный нам сосуд, нас самих. Нам дается какое-то количество света. Влезет он только там, где это можно от себя пустить. Так вот, очищая этот сосуд, улучшая его, написано, что перед приходом Машеха умножится страдание. А зачем? Страдание это, как бы, оказывается принудительная чистка сосудов. Где-то мы понимаем, что споткнулись, а где-то натвори глупости, и мы уверены, что сделали правильно. Это сильно вредит нашим сосудам возможности получать свет. Наши возможности принимать свет зависят не только от Всевышнего, а от того, что мы сами можем принять. Он готов нам дать, но когда мы уменьшаем сами возможности восприятия, в ту часть, которая не получает света, начинает притягивать всякие негативные явления. Поэтому еще раз говорю, очень важно тренировать фокусировку на положительном. Не зря сказал Любавич Схиребе, думай хорошо и будет хорошо. Кстати, 29 яра, в Кабаре написано, это очень особый день. Сказано, что в этот день, сегодня 29 яра, особенно эффективны молитвы за детей. Это всегда хорошее дело. Но сегодня на небе двери для этого раскрыты шире, чем обычно. Надо воспользоваться этим. Еще раз говорю, вся фокусировка должна быть на положительном. Все будет хорошо. И вот, давайте я расскажу такую короткую притчу. Однажды один мудрый человек собрал своих приверженцев, рассказывал им о Боге, о жизненных испытаниях. И свой рассказ он завершил такими словами. В конце концов, все будет хорошо. А спросил его, Ребе, а если все же не будет хорошо? Если не будет хорошо, сказал Ребе, значит, ты просто не дошел до конца. Вы знаете, дело не только в том, что все будет хорошо. Дело в другом, что и сегодня, надо вынимать из сегодняшнего дня. Вот и сегодня хорошо, жив, здоров, все хорошо. Есть неприятности, они чистят. Есть хорошие вещи, слава Богу. Если вы пока, как бы сказать, не хватает вам какой-то внутренней энергии, внутренней силы, не хватает радости, то помните одну вещь. Самых счастливых людей нет ничего лучшего. Это кажется. Но они извлекают все лучшее из того, что у них есть. Вот этим и надо заниматься в жизни. Извлекать лучшее из того, что имеешь, а не придумать себе грезы про какое-то несуществующее. Все будет хорошо. Брахава от слуха.